В Бийске завершается создание школы Олимпийского резерва по гребле. Накануне спортсмены получили тренировочное оборудование мирового уровня. Его предоставил фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. Теперь бийские гребцы готовятся к соревнованиям самого высокого ранга. Подробности в следующем материале. Красота-то какая! Мальчишки, девчонки! На старости лет-то пришлось. Мы не мечтали об этом никогда. Да. Юрий Страшков первым в нашем городе сел на байдарку. Это было полвека назад. Именно он начал развивать этот олимпийский вид спорта в Бийске в 50-е годы. Никаких тренажеров, ничего. За сосну привяжешь, жгуты и потихонечку работаешь. Минувшей осенью было положено начало возрождения гребного спорта в Бийске. На базе спортивного комплекса «Заря» открыли филиал Барнаульской школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Но полноценной базой для подготовки профессиональных гребцов школа стала именно сегодня, когда получила в подарок современные тренажеры. В городе Бийске есть фонд Александра Сергеевича Прокопьева. И обратился к нему с просьбой помочь. И в ближайшее время, очень короткие сроки, там уже были у нас тренажеры. Сегодня в Бийске живет и тренируется мастер спорта по гребле Игорь Бак. Сейчас он готовится к главным стартам этого года – Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На все сто выкладываюсь на каждой тренировке. То есть распределяем нагрузку, работаем, все нормально, все получается. Все идет по плану, то есть все идет к тому, чтобы победить и поехать. Посмотрев, как легко гребет чемпион России Игорь Бак, не удержался от соблазна опробовать новейшее оборудование и Александр Прокопьев. Все, это сгибаем, это вот. Открываем до конца, трогаем, потом. Ну, это тяжелое действие, но хорошая нагрузка. Я представляю, если это соревновательное решение. Я вас поздравляю. Я думаю, на таком тренажере действительно нужно олимпийских чемпионов воспитывать. Для подготовки чемпионов теперь в нашем регионе есть все условия. В этом году в краевой столице должна завершиться реконструкция Барнаульского грибного канала. Он станет тренировочной базой для сборной России по гребле на байдарках и каное. А уже в 17-м в крае пройдут первые всероссийские соревнования. И это только начало. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, БИСК, специально для наших новостей.